Одна из популярных тем – это как Европа, точнее, европейские родственники, в общем, предали нашего государя, как он, у которого были высшие титулы военные английские, он был и фельдмаршал, и адмирал, и кавалер высших английских орденов, это были ещё вчера союзники, но почему? Почему? Ведь английский король Георг или Джорджи, как он упоминается во всех дневниках Николая, и как они разговаривали, называли друг друга, когда общались, тот был Джорджи, любимый Джорджи, они же были не просто родственники, вы же видели эти знаменитые фотографии, у них было одно лицо, это была любимая игра во время приёмов, когда они могли поменяться мундирами, и никто не понимал, всерьёз разговаривали с Николаем, как с Георгом, и наоборот. И вот тот, который так любил Николая, и который вначале предлагал убежище, вдруг Англия отказалась. Ну, действительно, предательство. На самом деле, предательство, к сожалению, потому что, если бы было, ну, понятнее всё было, предательства не было. Было наше непонимание разных строев, разных стран всего лишь. Дело в том, что появилось такое страшное слово, которое так способствовало революции. И как напишет Деникин в своих мемуарах, это слово разлагало армию и, повторяю, много способствовало к революции. Слово – это измена. То есть царица немка, Распутин, немецкие шпионы, которые их окружают, карты, которые висят в кабинете государя и становятся известными. Всё это, оно распространялось по стране. И действительно, прав Деникин, слово «измена» много способствовало революции. И вот революция свершилась. И что же происходит-то? Это слово начинает управлять временем. То есть вернувшийся царь, который добровольно отрёкся, да, он теперь всего лишь господин полковник, как кто-то скажет, у него, у меня было ощущение в начале, когда я с ним разговаривал, что он чувствует какое-то облегчение. Ну, действительно, этот страшный пресс, который был, который, это была царица, которая требовала, которой было ощущение, что только она сможет управлять страной, что он слаб. У нас будет время, когда я буду читать письма, письма вот этого страшного конца 16-го года и начала последней письма 17-го года. Это вот об этом. Она требует, она сообщает ему о том, что кулак, вот мне здесь все говорят о том, что они любят кулак, что без кулака управлять нельзя, это странно звучит, но, пишет она, но такова славянская натура. И он всё время пытается и объяснить, что нельзя только кулаком, что управлять надо по-другому, но сила энергии, она его действительно смела. И вот падение, ну какое падение? В три дня рассыпалась империя, и ещё вчера ходили, молились за всю царскую семью, а теперь, когда великие князья, как я, по-моему, уже рассказывал, захотят принять участие в гражданской войне, откажут, нельзя, потому что это самое непопулярное слово, потому что страна, их не просто царь находится под арестом, им не разрешают вместе жить, они встречаются только за обедом, потому что заработала кто? Заработала чрезвычайная комиссия, как она называется теперь, которая должна расследовать прежде всего измену, была ли измена в самом высшем эшелоне власти. И вот Георг должен сейчас дать убежище а в густейшим родственникам, которых сама страна их подозревает в измене. Как мы уже рассказывали, как я уже рассказывал, как вы уже слышали, не было ни одного заговора практически спасти эту несчастную семью. Через год, как я повторяю, уже рассказывал у Колчака, там не могут найти хора монастырского, который будет участвовать вот в этом, в этой первой годовщине убийства семьи, в этом молитвенном служении нету, не хотят, боятся, не популярен так. Более того, ну и Англия, то, что нам не очень понятно, и прежде всего нам непонятно, это конституция, это не просто монархия, это конституционная монархия, и это у нас будет всегда, что хочет правитель, то и будет, а Георг хочет, но не может, потому что общество не может принять сейчас людей, которых собственная страна подозревает в измене. пока это не закончится, и пока это не будет высказано вслух. Вы понимаете, мы разные, вот чтобы до конца это понять, ну вот у нас был такой правитель, назывался Борис Николаевич Ельцин, и он вместе с тогда любимым им Немцовым отправился в Швецию. Был официальный визит. Они ужинали, или обедали, не, обедали, вместе с королём Швеции и всей королевской семьёй. Они обедали. И если вы были в Швеции, то там королевский замок, окна его выходят, там остановка туристических автобусов. Это очень шумная остановка, потому что там всё время люди, всё время говор, всё время подъезжают эти автобусы. И окна раскрыты были, как рассказывал мне Немцов. Было очень жарко. И оттуда доносился вот этот безумный шум в подъезжавших автобусах, эти тормоза, которые скрипели, и шум людей, и говор. И король понял, что это как-то... И он сказал, да-да, это остановка, вот у нас остановка, мы стараемся её перенести, но мэрия против. И изумлённый Борис Николаевич, поверьте, без юмора, Тихас просил Немцова, слушай, а он что, не настоящий король? Потому что мы привыкли иметь дело с настоящими королями. У нас они были, есть и будут всегда, видимо. Мы без них не можем. Поэтому что это Георг не может принять своего любимого друга? Да если он хочет. Да вот так ему хочется принять, он его любит. Какое такое общественное мнение? А эта страна вот такая. Там это трудно. И без общественного мнения английский парламент не разрешит ему это делать. Вот так нам непросто понять, что происходило в стране и каким путём страна, которая, повторяю, ещё недавно в церковь ходила и за всю царскую семью молилась, в так несколько дней, как бы визуально, их так сильно разлюбила. Понимаете? Ну вот это так называемое мнение народное. Когда я начну публиковать, а начну публиковать вот эти, у меня будут в огоньке статьи под названием «Расстрелы в Екатеринбурге», там будет то, о чём мы дальше с вами будем говорить, записка Юровского. Я буду печатать, никогда до этого не напечатаны некоторые воспоминания участников расстрела из секретных архивов. Там я опубликую телеграмму, которая будет доказывать, что Владимир Ильич Ленин, конечно, всё знал, конечно, только после его разрешения произошёл расстрел Романовых. Вот это всё как бы будет, и вот эти куски, американская газета, по-моему, нет, или журнал «Пипл», какой-то очень большой американский журнал, я уже не всё помню, из того славного времени, опубликовал, помню, под названием «Возвращение популярности» о Николае II. Так нет, это было не возвращение популярности, это было обретение популярности через вот это почти тогда 70-80 лет, когда я в 89-м году начал это печатать. Это было обретение популярности, потому что высокий господин, маленького роста, как его называли, от великого Петра до ничтожнейшего Николая, как писалось, вот так всё сразу изменилось, мы полюбили, мы полюбили, и вы знаете, так как народы очень похожи друг на друга, даже самые разные, ну вот, когда принимали, мы тоже будем об этом рассказывать, когда был процесс Людовика XVI, которого решил казнить революционный Париж, Париж, это был, как справедливо говорил его адвокат, процесс целой нации против одного человека, и выступавшие умеренные буржуа, жерандисты, они, их вождь, по-моему, Верньо или Брессо, он обращался к конвенту и говорил, что мы не должны сами принимать это решение, на это требуется решение нации, народу, народа, поставим на голосование, ведь еще вчера, вот, вспомните историю английского короля, его также казнили без опроса народного, и чем закончилось, пройдет некоторое время, и всех победивших, Кромвеля и так далее, будет выбрасывать из могил, вернуться короли, поэтому давайте заручимся поддержкой народа, спросим его, выскочил Камил Демулен и сказал, вы смеете подозревать нацию в неблагодарности, в измене собственному мнению, она с нами вместе свершила революцию, вспомнит ли это несчастный Камил Демулен, когда его повезут на гильотину, и народ будет собрасывать эту карету, а он будет кричать, это я, Камил Демулен, который повел вас на штурм Бастилии, А потом да, потом будет вот это, что это то же самое, что в нас, то же самое, что у нас. Вы понимаете, история мистична. Вот был Ипатьевский дом, и он спокойно стоял, потому что там было сначала, по-моему, даже общежитие, как вообще люди могли там жить, зная, что там по колено в крови этот дом, ничего, студенческое, по-моему, спали, отличие, потом музей революции, потом атеистический музей будет с ними делить, были там и, когда завоёвывали Екатеринбург, штабы, но неважно, и он был спокойно, и вот с какого-то времени что начинается, то же самое, что с нашим царём, начинается обретение популярности, и уже Андропов будет выступать на политбюро в ЦК и объяснять, лгать будет, что иностранцы, вот сейчас такая вредная шумиха начинается, они начинают всё чаще ездить, пытаться проехать к нам туда, для того, чтобы посетить этот дом, появляется даже какой-то слух, что его сделают ЮНЕСКО, объявят чем-то, всё полное враньё, не иностранцы, там начали появляться цветы в годовщину гибели царской семьи и говорят в годовщину рождения государя-императора, а у нас в изданиях появились даже стихотворения без названия, что это про семью, но все знали в петербургских, в скоб, а тогда ленинградских журналов и тот, кому были подчинены все наши самые важные органы, а вы знаете, какие у нас самые важные органы, это до него уже дошло, и он не мог сказать, вы знаете, в народе что-то начало вот такое меняться, они уже никак-то не уверены, что он был Николай Кровавый, и даже более того, этого он сказать не захотел и не мог, а может и сказал, там вы, я же не читал секретные все эти бумаги этого заседания, а было одно известно, что было секретное постановление о том, что дом, он не представляет из себя никакой архитектурной ценности, и поэтому что он там стоит, мозолит глаза, а надо объявить, что в целях того, что нужно проложить проспект, как чего имени? Свердлова, который был вместе с Владимиром Ильичем главным, вы помните слова из дневника Троцкого? А что с царем, спрашивает он Свердлова? Казнили? А семья? И семью с ним? А кто решил? А мы тут решили Ильич, как справедливо он сказал, что в наших трудных условиях нельзя оставлять им живого знамени. Троцкий-то, который хотел открытого процесса, как всё как у учителей во французской революции, у него будет изумительная речь, ну что перед ним плохо, ну действительно, никакой оратор царь, поэтому он злой, но потом, как он пишет сам, он понял, что Ильич как всегда прав, и это надо было делать в их трудных обстоятельствах, потому что дело было не только в том, чтобы ужаснуть врага, ну действительно, куда же больше ужаснуть и семью вместе с ним, а дело было в том, чтобы встряхнуть собственные ряды и сказать впереди победа или смерть, и встряхнули, а дом ведь, который сейчас будут уничтожать, его будет уничтожать в три дня, это очень интересная вещь, мы помним мистическое название этого дома Ипатьевский дом, ну, для того, чтобы был переброситься туда, в начало Романовых, в Ипатьевский монастырь, где они зашли на царство, но Юрусский, он же три дня будет, у него будет эта жуткая миссия, три дня он будет хоронить трупы, он будет их бросит в шахты, в шахту, затопленную водой, но все узнают, их вынут из шахты, потом будут искать, где их захоронить, искать, и найдут эту болотистую жижу, в которой оставят их, и так же три дня будут убивать этот страшный Ипатьевский дом. И так же, как будет рассказано, что решение об убийстве царской семьи принял местный Екатеринбургский совет, А на самом деле принял ли там наверху, так и здесь будет предложено властям Екатеринбурга взять это нет, это не в Москве решено было уничтожить этот дом, нет, это инициатива местной власти, возглавляемой тогда Ельциным. тем, кто весьма скоро уничтожит эту самую власть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok